Быть может, я что-то понимаю неверно, но, на мой взгляд, пусть модернисты сказали бы, что вы представили слишком упрощенную картину, в которой они будто бы отрицают закон запрета противоречий, либо не считают необходимым следовать ему. На самом деле он действует, но только в пределах индивидуального сознания. У каждого свой взгляд, своя точка зрения, своя картина мира. В вашей картине мира закон непротиворечия работает. Однако его нельзя применить к двум разным взглядам на мир. Ваше мировосприятие может противоречить моему, и в этом нет ничего страшного. Так, пример с присутствием на занятии, в семинарии, и одновременным присутствием у себя дома есть лишь продукт вашего сознания, вашей картины мира. И это нормально. Закон непротиворечия в ней действует, и это, на мой взгляд, вполне очевидно. Но есть ваш мир, и есть мой мир. Есть ваше сознание и моё сознание. Есть ваш взгляд и мой взгляд. И, возможно, закон запрета противоречий будет неприменим только в контексте их сопоставления. Что бы вы сказали в ответ на это? Да, такое замечание действительно возможно. Но, на мой взгляд, оно весьма ошибочно. Прежде всего, напомню и ещё раз озвучу кое-что из сказанного ранее. Отвечая на подобное заявление постмодерниста, я в первую очередь должен разобраться, что он имеет в виду, говоря, почему вы, представители западной культуры, христиане, настаиваете на присутствии во всём логике. Почему она так важна? Первое, что от нас требуется, чтобы ответить на данный вопрос, это понять, что за ним стоит, что на самом деле интересует постмодерниста. Так вот, мне представляется, что за этим вопросом могут стоять шесть разных моментов. Поэтому, если мы ограничимся лишь общим ответом, то, скорее всего, обнаружим, что в своём диалоге с постмодернистом далеко не продвинулись, потому что в действительности его интересует нечто более конкретное. Вот по этой причине я прежде всего и пытаюсь выяснить, что стоит за вопросом, почему надо обязательно мыслить логично. Итак, первое, что он может означать, почему недопустимы противоречия. Ведь запрет противоречия — это один из законов логики. Этот вопрос интересует меня и потому, что некоторые постмодернисты не видят проблемы в противоречивости их собственных мыслей и представлений, или в том, что их воззрения противоречат воззрениям других людей. Они полагают, что нет ничего страшного в том, что в мировоззрении человека уживаются противоречивые взгляды. Им непонятно, что в этом такого, и поэтому в наличии противоречий ничего проблематичного они не усматривают. Я же, в свою очередь, предлагаю внимательно рассмотреть подобный подход, который, напомню, заключается в приемлемости несоблюдения закона запрета противоречий. И так, говорю я, давайте посмотрим, действительно ли, делая то или иное утверждение, мы этим законом можем пренебречь. Первое, что необходимо понимать, что как только вы произнесли какое-то утверждение, вы тут же имплицитно опровергли противоположное или альтернативное. В конечном итоге это означает, что в самой основе употребления языка, особенно для выражения утверждений, заключен закон непротиворечия. Если бы это было не так, то мое заявление о том, что в 11.45 я буду находиться здесь, не исключало бы того, что в это же время я буду находиться и в любом другом месте. Понимаете, если бы в своем утверждении я не исходил из принципа непротиворечия, то оно подразумевало бы, что в указанное время я могу находиться где угодно. Ну, допустим, вы заявляете, что небо синее, а я говорю, что оно красное. В этом случае мы друг другу противоречим. Но если узнать, какого цвета неба на самом деле невозможно, то как к данному утверждению можно применить закон запрета противоречий, чтобы выяснить, кто из нас право, кто заблуждается? Может быть, поэтому постмодернисты считают, что закон запрета противоречий неприменим. Он не способствует разрешению разногласий. Видите ли, вы смешиваете сразу несколько вопросов. Первый, какого цвета небо? Синего или красного? Для того, чтобы это выяснить, необходимо исследовать небо. Однако это будет совершенно пустым занятием, если мы категорически отвергаем закон непротиворечия. Ведь если он и впрямь не действует, то небо может быть одновременно и синим, и красным. Причем повсюду. Что с точки зрения логики полный абсурд. Но если вас это не смущает, тогда вы должны спокойно принимать позицию, согласно которой небо может быть сразу и синим, и красным. Согласны? Наверное, необходимость признать это вызовет у вас определенное чувство неловкости. Однако мой ответ постмодернисту, который спрашивает, а зачем обязательно соблюдать закон запрета противоречий, заключается в следующем. Затем, что независимо от нашей мировоззренческой позиции, модернистской, постмодернистской или какой-то еще, мы все пользуемся языком. А как он функционирует? Он предполагает действие закона запрета противоречий. Но почему, с чего вы взяли, спросят меня. А вы попробуйте сделать утверждение. На его примере я покажу, что оно подразумевает применение этого закона. Потому что, утверждая одно, вы неизбежно опровергаете другое, особенно противоположное. Итак, что я хочу сказать. Можно думать, да зачем нам этот закон непротиворечия? Пора уже переставить на него опираться, не нужен он нам. Но дело в том, что, заявляя, что противоречия допустимы, вы уже опираетесь на закон, их запрещающий. Ибо само утверждение о том, что данный закон не имеет никакого значения, будет иметь смысл лишь в том случае, если понимать его в свете этого же закона. В противном случае ваши слова можно толковать как угодно. Понятно, что вопрос о том, противоречит ли друг другу, скажем, две религии – дело совершенно иное. Я же высказываю свои возражения на этом самом фундаментальном уровне. Потому что если природа, если сущность языка позволяют нам пользоваться им так, что наши высказывания могут допускать противоречия, то ничего не изменится и тогда, когда рассуждения усложнятся до уровня обсуждения мировоззрений, причем мировоззрений, противоречащих друг другу. И если противоречия допустимы в принципе, то какая разница, между чем они возникают? Между целыми мировоззренческими системами или простыми высказываниями, конкретный смысл которых невозможно установить. Так, если утверждаю, что в 11.45 я буду на территории семинарии, я не подразумеваю, что в это время меня больше нигде не будет, мои слова вполне могут значить, что в 11.45 я также буду находиться где-нибудь в ресторане в центре города. Вот представьте, что я говорю вам. Саша, сегодня в 11.45 я буду и в семинарии, и в ресторане в нескольких километрах отсюда. Давайте пересечемся в это время, хорошо? Скажите, куда бы вы поехали навстречу? Не знаю, резонно ответили бы вы, потому что одновременно в двух совершенно разных местах я быть не могу. А вы хотите, чтобы я явился и в одно, и в другое, и в одно и то же время? А что в этом такого, спрошу я в недоумении? Если противоречия допустимы, то почему у нас не получится одномоментно встретиться в двух местах? Ну, потому что, ответите вы, это абсурд. Я физически не смогу быть и там, и там. И будете правы, это действительно нонсенс. Что я и пытаюсь показать? Допустить противоречия в мышлении значит признать, что противоречия присущи действительности. Смотрите, вот еще более фундаментальная мысль, которая лежит в основе того, что я только что сказал. Как функционирует язык? В каких целях мы им пользуемся? Он служит для описания мира, в совокупности процесса, в явлении и состояний. Подразумевается, что наши утверждения соответствуют реальной действительности. Хорошо. Тогда скажите, встречались ли вам положения вещей в мире, которые бы противоречили друг другу? Где-нибудь, в каком-нибудь городе или социуме вам попадался женатый холостяк? Нет. Вы когда-нибудь видели совершенно круглый и одновременно совершенно квадратный предмет? Тоже нет. А встречаться с кем-нибудь в условленное время в двух местах одновременно вам приходилось? И тут нет. Все это невозможно, скажете вы. Правильно. И в чем смысл? А смысл в характере взаимосвязи языка и реальности. Язык существует сам по себе? Нет. Он и нужен нам для того, чтобы описывать реальность. И если в ней нет противоречащих друг другу положений вещей, то и в языке их тоже быть не должно. Да, этот принцип работает, если речь идет о простых вещах. Поэтому в эпоху модерна считалось, что наука способна помочь в постижении мира, ибо все исследования как раз и опирались на закон запрета противоречия. Но в какой-то момент у людей наступило разочарование, потому что они столкнулись с более сложными явлениями, и этот закон оказался малопригодным. Появилась физика Эйнштейна примерно в то же время, представление о световых волнах, и стало понятно, что применение закона запрета противоречия не очень-то и помогает. Да и в христианстве. Как вы, например, объясните триединство Бога или богочеловечность Иисуса Христа? Как здесь применить принцип непротиворечия? Он прекрасно действует применительно к простым вещам, а вот что касается более сложных явлений тут, тут дело обстоит несколько иначе. Может быть, постмодернисты предлагают отказаться от строгого следования этому закону, потому что в определенных случаях его применение будет малорезультативным? Тогда зачем? Понимаете, о чем я? Да, вопросы хорошие. Отвечая на них, мне придется коснуться ряда моментов. Для начала неплохо уточнить, на что закон запрета противоречия распространяется, а на что нет. Этот закон не о том, сработает ли ваш научный эксперимент, а о том, что вы пытаетесь доказать, а что исключить. Будет ли эксперимент результативным, это один вопрос. А правый или неправовый в своем предположении совсем другой. Хотя проверить последнее, вероятно, можно лишь в том случае, если эксперимент все же будет результативным. Но как таковое, ни первое, ни второе к закону запрета противоречия отношения не имеет. Сама формулировка эксперимента как опыта, нацеленного на достижение определенного результата, уже подразумевает, что вы намереваетесь провести именно этот, а не какой-то другой эксперимент, именно с заявленной, а не какой-то иной целью. Одно лишь это говорит о вашем понимании того, что научный эксперимент, научный опыт — это проверка не на все подряд. Почему? Потому что не все ко всему подходит, не все всему соответствует. Откуда вам это известно? Это следствие закона запрета противоречия. Идем дальше. Во-вторых, хотелось бы отметить следующее. Утверждение о том, что закон запрета противоречия лежит в основе языка и действует в мышлении, не означает, что мы всегда в любом рассматриваемом случае знаем наверняка, что какие-то две идеи стопроцентно вступают во взаимное противоречие. Да, памятуя о действии этого принципа непротиворечия, мы понимаем, на что следует обращать внимание. Однако сама нацеленность на поиск противоречий не гарантирует того, что мы точно можем определить, согласуются две системы убеждений, или же они вступают во взаимный конфликт. Для того, чтобы это установить, необходимо рассмотреть соответствующие факты на предмет того, подтверждают они или опровергают предложение 1, подтверждают они или опровергают предложение 2. Дальше следует разобраться, что фактически утверждается в предложении 1, и что фактически утверждается в предложении 2. И уже после этого попробуем решить, возможно ли, чтобы оба эти предложения, оба утверждаемых ими факта одновременно, то есть синхронно, в одно и то же время соответствовали действительности. Если это невозможно, то значит, одно из них будет истинным, а другое неизбежно ошибочным, как нечто противоречащее истинному. Другими словами, логика вообще и закон запрета противоречия в частности составляют самую основу и речи, и мышления. Этот закон применяется во многих областях знания. Тем не менее, мы не утверждаем, что сам факт его присутствия в языке и мышлении автоматически делает нас способными определять, противоречат ли друг другу две разные идеи или нет. Когда-то это сделать легче, когда-то сложнее, но данное обстоятельство никоим образом не опровергает ни факта принципиального существования противоречий, ни действия закона, их запрещающего. Но, возразите вы, вероятно, постмодернисты не станут рассуждать на уровне принципов функционирования языка. В ответ такому постмодернисту я скажу вот что. Возможно, об этом ты и не думаешь, но вот задуматься о том, что следует из твоих утверждений, тебе, дорогой мой друг, придется. Ты спрашиваешь, зачем нам логика, и тем самым как бы говоришь, с чего мне вообще следовать закону запрета противоречия. Хорошо, отвечу я, тогда давай попробуем поступить, как ты предлагаешь, и посмотрим, сработает ли это. Возьмем самый простой случай, самое простое утверждение, и попробуем в рамках этого утверждения пренебречь законом запрета противоречия. Для чего я это делаю? Для того, чтобы показать, что даже в самом простом случае в высказывании, где принцип непротиворечия кажется и вовсе не актуален, он все равно действует. И если он действует в таком простом примере, то почему, спрашиваю я, исключением должны стать более сложные высказывания и рассуждения. Вам нужны доказательства, что так оно и есть, ну тогда можно остаться и сидеть здесь до второго пришествия, или, как говорят у нас, пока коровы домой не вернутся, и рассматривать примеры значительно более сложных рассуждений, и обнаруживать, что в каждом из них, утверждая одно, мы имплицитно опровергаем другое, противоположное. Поэтому дело не в степени сложности языковых высказываний, и не в степени сложности выражаемых мыслей и идей, закон запрета противоречия действует в любом случае. И это не особенность западного подхода. Это факт, характеризующий человеческий язык в целом. Не западные языки, а все возможные национальные языки. Что ж, хорошо. Благодарю вас за эти вопросы и за настойчивость в разъяснении контраргументов. Это необычайно важные замечания, которые, возможно, возникают и у тех, кто смотрит нашу видеолекцию. Не исключено, что подобные вопросы от постмодернистов они уже слышали, поэтому, повторю я искренне, благодарен вам за то, что вы их озвучили. Поддержите ТВ-семинари молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Итак, коль скоро закон непротиворечия составляет самую основу языкового использования, игнорировать его в других случаях необоснованно и странно. Тогда у меня такой вопрос. Возникнут ли у постмодерниста трудности с ответом на следующие два вопроса? Вспомним Декарта. Может ли человек усомниться в собственном существовании? Или же, как утверждают постмодернисты, наверняка я знаю только то, что ничего не знаю. Слишком ли категорично для постмодерниста прозвучит такое утверждение? Вы никогда не сможете представить что-то, что, на ваш взгляд, будет работать. Еще раз сформулирую свои вопросы. Так, можно ли усомниться в собственном существовании? Или можно ли наверняка быть уверенным в том, что ничего знать невозможно? Остановит ли это постмодерниста? Может быть, с помощью такого более сложного примера он поймет, что закон запрета противоречия есть, и он действует везде. Хороший вопрос. Давайте вспомним, что мы пытаемся ответить на самый простой, воображаемый вопрос постмодерниста, который считает, что можно жить, учиться, выстраивать свою религиозную жизнь или заниматься чем-то еще без применения закона запрета противоречия или принципа непротиворечия. Говоря иначе, постмодернисту этот принцип может показаться совершенно ненужным, неактуальным, неприменимым ни к чему из того, о чем мы думаем и что делаем. Поэтому нужно отбросить его за ненадобностью и забыть о нем. Вот почему в своем рассуждении я призвал отнестись к такой позиции серьезно, предложил посмотреть, возможно ли даже в самом простом, в самом примитивном утверждении обойтись без закона запрета противоречия. Получилось, что невозможно. Для того, чтобы доказать, что это действительно невозможно в принципе, и показать абсурдность результата игнорирования упомянутого закона, мне не нужно анализировать все мыслимые и немыслимые утверждения, начиная от простых и заканчивая самыми сложными. Достаточно и простого примера. И если даже он, то есть самое простое высказывание, обнаруживает действие закона запрета противоречия, как можно утверждать, что он не действует в других случаях, независимо от степени их сложности? Если вы в этом не уверены, предложите свой пример. Давайте его проанализируем, и я покажу вам, что даже понимание смысла приведенного вами утверждения, или еще проще, определение того, является ли оно вообще осмысленным, потребует применения принципа непротиворечия. Видите ли, на самом деле мысль моя проста. Она состоит в том, что если законом запрета противоречия можно пренебречь, тогда мы просто не сможем общаться, не сможем понимать друг друга. Для того, чтобы вам был ясен смысл моего высказывания, а мне вашего, что-то должно утверждаться, а что-то исключаться, что-то подразумеваться и одновременно что-то отвергаться. Такова суть принципа непротиворечия. Я ответил на ваш вопрос, Виталий? Да, мне кажется, что даже сам вопрос, зачем нам логика уже предполагает действие закона запрета противоречия, так как надо разобраться, что входит в понятие логики, а что нет. То есть сама постановка вопроса требует понимания и применения принципа непротиворечия. В противном случае этот вопрос будет бессмысленным. Так ведь? Так. Вопрос вы формулируете с помощью языка. Поэтому нам и интересно, может ли язык функционировать без действия в нем закона запрета противоречия. И я утверждаю, опираясь на собственное знание нескольких языков и слова людей, которые владеют другими языками, так вот, я утверждаю, что мои выводы относительно закона запрета противоречия применительно к высказываниям, утверждающим или отрицающим какие-то факты, касаются не только английского, но и любого другого языка. Если язык, в котором построение утверждений не требует применения принципа непротиворечия, существует, мне очень хотелось бы о нем узнать. Уверен, что и в нем обязательно будет какой-то способ выразить и понять, что формулированное утверждение предполагает одно и одновременно отвергает что-то другое. В этом и есть суть обсуждаемого закона. Высказывая суждение, мы одновременно опровергаем его отрицание, его противоположность. Равным образом, опровержение чего-либо включает в себя утверждение обратного. Хорошо. Еще, пожалуйста, вопросы и комментарии. Получается, что само высказывание «я не верю в логику» или «я не верю в закон запрета противоречия» уже основано на действии этого закона. Да, так и есть. Вы уловили мою мысль. Которая, повторю, состоит в том, что построение утверждения на любом языке предполагает действие принципа непротиворечия. Я не знаю, и здесь мне было бы любопытно узнать мнение лингвиста, справедливо ли то же самое в отношении повелительных предложений. Подозреваю, что да. Ведь повелевая одно, мы, по сути, запрещаем противоположное. Полагаю, что и в вопросительном предложении понимание того, что вы спрашиваете, включает в себя понимание того, о чем вы не спрашиваете. Поэтому даже здесь, как мне кажется, действие закона запрета противоречия тоже наблюдается, даже когда мы формулируем вопрос и разъясняем его смысл. Однако пока в своих примерах и рассуждениях я остановлюсь только на утвердительных предложениях. Ну что ж, отлично. Еще вопросы есть? Хорошо. Сегодня мы прекрасно поработали и многое разобрали. Завтра продолжим наш разговор. Напомню, начинался он с замечания об отсутствии логики у постмодернистов, поскольку по их же собственным словам следование логике они обязательным не считают. Мы же решили разобраться, что стоит за вопросом постмодерниста, а почему надо рассуждать логически. И предположили, что он косвенно может подразумевать другой вопрос. Почему недопустимы противоречия? Однако это только один возможный вариант. На следующем занятии я планирую представить вам другие и, соответственно, попытаюсь на них ответить. Но обо всем этом завтра. А сегодня я желаю вам отличного дня и прекрасного вечера. Благодарю. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. 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 Продолжение следует...